здравствуйте друзья мы сегодня снова заступаем на дежурство по америке а сегодня понедельник утречка тот самый понедельник на следующий день после которого будет вторник но нет не вообще вторник а супер вторник супер тюзды значит завтра в 11 штатах проходит голосование предварительно эти праймерис у республиканцев и у демократов и это уже довольно много да то есть из из 50 штатов 11 при том что там в четырех уже прошло голосование значит нет нет немало и все это в один день и сложившаяся ситуация такова что в общем то похоже что завтра все решится не не на уровне президентства а на уровне кандидата который победил так сказать партии внутри партий но надо сказать что в субботу субботу демократы разбирались в южной каролине и и клинтон победила сандерса с каким-то чудовищным перевесом у нее там было 73 процента у него 26 ну то есть ну совсем просто как вот как быковцу и южная каролина интересно тем что там довольно много чернохожих американцев проживает и 90 процентов из них 90 процентов из них а это демократический электорат уже 90 процентов афроамериканцев вообще голосует за демократов но у мэтр вот то есть по любому так вот в этом кластере значит у нас клинтон победила сандерса с чудовищным перевесом и я думаю что сейчас уже так вот среди рассуждений у людей которые идут голосовать поскольку некоторая картинка уже вырисовывается я думаю что основное такое рассуждение что может может быть даже им сандерс больше нравится но нереально чтобы он вот стал президентом то есть он такой не избираемый на национальном уровне так может быть они рассуждают во первых он слишком левый во вторых он сын иммигрантов он 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 гражданин сша по рождению но его родители значит это польские евреи которые спаслись вот холокоста приехали в сша плюс он еврей верующий это такого еще не было в истории ну короче ну как бы может и славный мужик конечно но и фантазер того все дела в общем короче победили победили сандерса шансов ему не оставили и почему важна была южная каролина в рассуждении того что произойдет завтра супер вторник потому что это в основном южные штаты голосуют там есть из неюжных там есть важный штат массачусетс но в основном это южные штаты из которых самый существенный это техас конечно большой штат ну посмотрим как там все произойдет так вот к чему я рассказываю понятно уже что у сандерса никаких шансов нет кроме сандерса так и претендентов больше нет ну то есть фактически завтра должно подтвердиться что клинтон становится кандидатом от демократической партии не по факту того что ее съезд утвердит съезд ее утвердит в июле когда будет съезд демократической партии но но по сути в этом есть некоторое как бы сказать желанность что ли для кандидата потому что одно дело когда у тебя в июле до июля ты не знаешь проходишь ты или нет и весь фокус на внутри партийной борьбе и остается там четыре месяца до выборов национально значит другое дело когда ты имеешь но вот между сейчас там и концом ноября представляете вот сколько времени еще девять месяцев ну почти вот и значит у них будет девять месяцев чтобы сосредоточиться на борьбе с республиканцем который там будет причем который там будет как бы тоже проясняется вдруг вот значит круз который как-то казалось что он является альтернативой трампу вдруг как-то он вот это не пошло рубио как бы получается уже побивает круза там по чуть-чуть и рубио является приоритетным кандидатом у истеблишмента республиканской партии но но явно не тянет но вот не получается у него пока и если сейчас в 11 штатах значит большинство будет за крузом а я извиняюсь за трампом опросы показывают что так и будет прогнозы как бы он не просто там победит он доминирующим образом просто раздавит всех остальных то конечно что же тогда делать но вот вроде бы тоже уже все понятно становится и больше того мы видим как в рядах республиканского истеблишмента вдруг появились первые дезертиры первые дезертиры до сего там до буквально там позавчера не было ни одного действующего члена депутата конгресса сената палаты представителей который бы поддержал трампа а сейчас уже один появился больше того же по-моему там чуть ли не три губернатора его поддержали республиканских это тоже в общем-то истеблишмент это это люди видны и значит начинается перья начинается пересортировка то есть люди которые так как-то ближе не знаю к чему там к народу к бабкам там может политически вот они начинают поддерживать трампа и как бы получается что хотят они там или не хотят я не знаю куда им деваться то есть до сих пор вот мы знали что истеблишмент его не поддерживает но а дальше ну и что теперь вот а народ поддерживает а народ на самом деле не столько его поддерживает сколько истеблишмент не любят о как прикольно получается республиканский народ конечно не 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 вся страна но если вы посмотрите на сопоставление там же все время разные опросы проводят в частности есть опросы вот такого плана когда говорят скажите вот если бы выборы были сегодня вот и допустим был бы была бы клинтон против трампа или там клинтон против рубио или клинтон против там круза эти и начинает вот это сравнение вот если бы сегодня это было значит если бы это сегодня было то там вилами по воде писано то есть грубо говоря трамп но даже если клинтон где-то его и бьет там на пару процентов то это только на пару процентов это вообще ничто пару процентов могут измениться в течение дня вот какая-нибудь новость там или что-то и и все же и другая сторона набрала там на пяток который на десяток процентов больше сию минут но поэтому черт те знает вот вот как бы на сегодня этого не видно поэтому мы понимаем что симпатии там электорат и меняются вот тут значит произошла смешная история с трампом ему говорят вот значит там некий господин который по фамилии дюк вот этот дюк он значит поддержал трампа есть такой термин endorsement endorsement это поддержка to endorse это поддержать официально выступить в поддержку и вот вот эти endorsement и сейчас все коллекционируют кто кого поддержал там и вот этот дюк официально поддержал трампа и ему говорят вот это публично значит пристают ему и говорят вот скажите пожалуйста вот тут вас дюк поддержал там из куклу клана бывший начальник куклу клана вот как вы к этому относитесь вы отказываетесь от этой поддержки есть такое слово английское disavow вот выгод соглашаетесь вот это сделать он горит и трамп вместо чтобы сказать ну конечно короче зачем нам мы не такие да вместо это и он действительно не такой ему просто на самом деле жалко терять поддержку тут немножко там немножко знаете как вот и я надеюсь что он не так так вот он значит говорит я вообще не знаю кого вы говорите говорит он вы дайте мне список вот кто вас интересует я посмотрю разберусь и четко определюсь вот с тем чья поддержка мне значит подходит а чья поддержка от чьей поддержки я отказываюсь например так он значит я не знаю кто такой дюк там туда-сюда проходит буквально там пару часов там специалисты работают выясняется что он хорошо знает кто такой дюк он уже высказывался по поводу дюка в двухтысячном году 15 лет назад и называл его там не помню фашистом кем он его там называл но в общем негативно о нем высказывался но дело не в этом мы мы понимаем что скорее всего она относится к нему негативно но дело не в этом дело в том что он публично за во первых закосил что он его не знает во вторых отказался то есть вместо того чтобы возмущенно сказать да вы тут вообще еще ребята охренели что ли сколько устаном мараете вот значит так он вместо этого начал вот так крутить мудрить а у него завтра вот в южных штатах где много черных ну правда на республиканском фланге черные не голосуют сильно за республикан то есть я не знаю может быть он этим пытается снискать симпатии дополнительно у белых избирателей в южных штатах я даже не знаю может оказаться что он просто порвет всех там никому шансов не оставит благодаря вот этому но но на самом деле в национальном плане это это страшная проблема поэтому ну посмотрим он сейчас вот с утра я новости посмотрел он сказал что это произошло от того что у меня там барахлил наушник и он толком не понял что там спрашивают так как-то вот он не до конца расслышал то есть он даже не извиняется это не извиняться нельзя начнешь извиняться скажет а скажет лишь как он значит оказывается вот поэтому это он уже научился у политиков наши политики никогда не изменяются они всегда правы вот а если там кто-то что-то в микрофоне трещала так это конечно черт они нормально вот такая история значит мы сейчас мне кажется уделяем больше внимания выбором чем казалось бы они того заслуживают но на самом деле вот то что сейчас происходит вот сегодня но завтра будет происходить имеет гораздо больше влияние на общий результат чем многие вещи которые будут происходить там ближайшие полгода я надеюсь вот поэтому мы сейчас как бы отдублимся за ближайшие полгода вот но но поскольку у нас цирк такой что значит продолжающийся знать все время новые клоуны выходят там оркестр меняется там по ходу дела зрители приходят и уходят а представление продолжается в общем мы пока наблюдаем значит что еще сказать бывший директор цру сегодня сказал что вот он там разбирал предвыборные лозунги трампа обещания и он говорит что некоторые из них нарушают там все на свете и он говорит что если вот он например не откажется одни от этого тот он там по пунктам перечисляет какие вещи армия откажется выполнять даже если вот он там по конституции он же главнокомандующим ну президент сша главнокомандующий он говорит что вот это вот это вот это армия просто откажется выполнять потому что так нельзя ну вот он считает что должна была бы отказаться еще интересный был случай за эти выходные значит связанные с куклук с планом есть такой город анахейм который известен тем это пригород лос-анджелеса ох ты горит что-то в лесу что ли даже я смотрю или это туманчик странный наверно туман да туман низко идет на фоне город значит так вот город анахейм известный тем что там находится диснейленд вот но он также имеет некоторую историю связанную с куклук с кланом там в двадцать четвертом году на местных выборах городских из пяти человек которые были избраны четверо были куклук с плановцы причем они не афишировали а вот когда уже стало известно то их тут же переизбрали там выходили громадные демонстрации ну то есть вот даже в двадцать четвертом году в абсолютно белом городке значит было большое возмущение там и тогда он как бы анахейм как бы вошел в историю как город борьбы и неприятия куклук с клановцев белая америка сейчас там другая демография сейчас там пятьдесят три процента населения это латинос белых там что-нибудь двадцать пять двадцать семь то есть конечно совсем другое место вот и но дело не в этом дело в том что там куклук клановцы решили устроить там демарш какой-то причем их там было я не боюсь соврать 6 или 7 человек но поскольку это все заранее там организуется и значит вот они там высадились а в это время значит группа активистов анти куклук клановцев существенно превышавшие их по размерам там человек 20 и довольно таких как бы воинственно настроенных вот они тоже прибыли к месту и значит да существенно что полиции не было вот это конечно безобразие редкостное и я думаю что им там органам предстоит разобраться почему так произошло потому что действительно это нехорошо получается но в отсутствие полиции они начали значит мордобой ну мордобой начали противники куклук скала те это просто так нарядились хотели пройтись типа вот мы тут есть те которые пришли с ними разбираться они были настроены более воинственно возникла мордобой возникла поножовщина трое противников куклук клана получили ножевые ранения там кровища была очень все все что положено было но власть говорит так что ни один гражданин сша не не должен чувствовать себя в опасности если он вышел на какое-то разрешенное мероприятие поэтому как бы он имеет право себя защищать если на него нападают поэтому как бы те которые вот эти агрессивно настроенные противники куклуктона сами виноваты и пусть как бы не это пусть не жалуются но их арестовали куклуктоноса потом выпустили но там произошло что значит есть дяденька один который руководит центром по борьбе с этом боюсь точное название соврать но вот с ненавистью с ненавистью с расизмом там с фашизмом там еще что то вот с ненавистью дяденька естественно был еврей и и по фамилии левин ну не то чтобы он прямо из советского союза приехал я думаю что его родители из наших из можно сказать там украинских польских белорусских в общем короче господин левин приехал туда поснимать на пленочку то есть он он не не предполагал конечно же такое мордобой возникнет и членов вредительства но он приехал с камеры поснимать а когда он увидел что сейчас вот этого толпища просто там порвет и порежет и в общем затопчет так он вклинился туда и значит можно сказать рискуя собой спас вот этих вот куклустрановцев от суда линча то есть толпа была озверевшая есть кадры записаны надо видеть вот и он это удерживал это все до прибытия полиции вот когда полиция при прибыла он значит уже их отпустил значит там одного из этих спасенных им куклу слановцев значит спрашивает там корреспондент она говорит но вот вы лично как относитесь к тому что вот еврейский дяденька вот вас вот спас вашу жизнь тот год ягод очень ему признателен и если бы у меня была возможность спасти жизнь там цветному я бы тоже спас говорит он в общем так вот друзья небезопасно выходить на демонстрации в куклу ксклановском прикиде даже в общем-то в белых местах это белые их били это не черные были это не были латинос это были белые вот так что вот так как бы в русле куклу клана избирательной кампании и вот вот за что евреев не любят вот лезут все время лезут не в свое дело понимаешь там белые люди разбираются мочилово там все нормально и вот он пожалуйста какой пришел снимать с ними себе на пленку правда ну что ты да я не знаю бабушка могла бы его осудить хорошо что не дожила наверное это мужчины возрасте в общем такая история да друзья значит в общем цирк продолжается подходят новые зрители до меняются меняется настроение таких прикольных выборов еще не было никогда значит я только чего боюсь что если после завтрашнего ну в смысле после супер вторника уже станет понятно что трамп идет от республиканцев и станет понятно что ну пока что вот так начнут люди прикидывать по всему миру те у которых бабло под риском начнут прикидывать что будет когда трамп придет если не дать упаси бог он станет президентом что будет но меня как бы больше волнуют те риски которые в головах у людей и как бы это не начало влиять на экономику нашего задолго до то есть вот виде там я не знаю чего изымание там инвестиции там или более осторожных новых инвестиций или там скажем желание посмотреть чем закончится прежде чем там как-то участвовать я не знаю в общем у меня вот такие беспокойства лично у меня я этого не вижу пока не в том чтобы люди писали то есть можете это пишут но я не вижу но вот чисто субъективно от меня света вчера спрашивала и и что теперь вот что как это на сможет сказаться я говорю что наверное став президентом он он не сможет вот всю эту балабольство свое реализовать но существенно что будет до этого чтобы мы к моменту когда он станет президентом чтобы мы не оказались совсем другой экономической ситуации вот меня больше это волнует ну что друзья тары бары а мы уже прибыли по месту прохождения срочной и бессрочной службы поэтому я с вами прощаюсь сдаю дежурство по америке до скорых встреч